Приветствую вас. Давайте мы с вами сразу разделим тревожность, флоксивость и навязчивые мысли на отдельные такие составляющие компоненты. Значит, первое, это защитная реакция вашего организма, вашей психики на кардинальную смену деятельности, на кардинальную смену, например, среды вашего пребывания. То есть вы привыкли жить по определенным правилам, по определенным сценариям. Вот. А тут вы переезжаете и, соответственно, для вас это стресс. И именно неопределенность и заставляет вас испытывать привозность. А здесь можно и даже нужно проанализировать, в чем именно вы в себе не уверены. В чем именно, почему вы в себе не уверены, из-за чего вы сомневаетесь, например. В чем именно вы не уверены в себе, да, то есть, что вот вы думаете, и лучше сказать, что, как вы думаете, что у вас не получится. При переезде, допустим, да, то есть, в чем-то же вы сомневаетесь, в чем-то же вы... От чего-то вы защищаетесь, да, вот. То есть, тут вот нужно как следует на эту тему подумать обязательно. Что вызывает у вас негатив, что вызывает у вас негативные ощущения. Что вызывает у вас негативные переживания, что вызывает у вас сомнения, например. Да, вот в чем сомневаетесь вы конкретно, конкретно вы в чем сомневаетесь, вот. Из-за чего волнуетесь. И таким образом вот постепенно, 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 постепенно вы будете приходить к тому, чего именно вы боитесь. Ну, а, соответственно, страх сам по себе имеет природу, да, немножечко иную, да, то есть, страх сам по себе имеет природу такую, что это, как бы, память, это ассоциативный ряд определенный, ну вот. И, значит, когда-то вы так же чего-то боялись. Когда-то вы так же, вероятно, чего-то опасались. Ну, когда-то вот в твоей жизни. Да, тут нужно разбираться. Когда-то. Дальше. Локсивость. Локсивость. Локсивость – это желание, потребность в выражении своих эмоций. То есть, вам, например, страшно, вы, например, боитесь, вы, например, переживаете, вы, например, не знаете, как вам дальше быть, что вам дальше делать и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И, соответственно, есть страх. И вы пытаетесь его выразить таким образом. То есть, есть постоянный негатив, постоянно нарастающий негатив, скажем так. Вот. Постоянный, постоянно нарастающий негатив. Который нужно отреагировать. И вы его отреагируете в виде слез, в виде токсивости, в виде раздражительности. Ну, может быть, в виде еще каких-то победительских моделей, которые для вас не свойственны. Далее. Навязчивые мысли. Навязчивые мысли – это вытесненные желания. Если у вас есть какие-то навязчивые мысли, да, то это означает, что где-то есть ваши желания, которые вы, ну, на которые вы, точнее, не обратили внимания. Должим образом не уделили этому времени. Не обратили внимания, не реализовали. И эти желания оказались никому не нужны. Ну, имеется в виду вам не нужны. И все. И после этого появляется мысль. Мысли также необходимо анализировать, да, то есть, с чем они связаны, когда появились, вот. В какие моменты они дают о тебе знать, да, вот. Это совершенно нормально, что они не связаны с приедем вашим. Потому что, ну, может быть, может быть, все дело в переезде, а может быть, все дело и, ну, в чем-то еще. То есть, одно дело, одно дело, когда вы привязаны к маме, да, и просто не хотите от нее приезжать, ну, это нормально, это бывает. И совсем другое дело, когда навязчиваем мысли и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вы, видите, вы же любите, наверное, своего мужа, да? Ну, наверное, вы его любите. И, наверное, вы приезжаете к нему не просто так, да, просто вы знаете, как вы будете жить с ним. Не может ли быть такого, что в действительности, в действительности вы не хотите ехать к своему мужу? Не может ли такого быть, что в действительности вам он, ну, не то чтобы неинтересен, он кому-то может быть и интересен, ну, может быть, вас что-то останавливает, что-то напрягает, что-то как-то вот заставляет, не знаю, волноваться, да? Переживать, нервничать, сомневаться, может быть, вы считаете, что у вас там, ну, что-то может не получится, да, между вами, ну, между вами. Вот, вы думаете, что у вас какие-то ссоры или там какие-то, например, может быть, скрытые подводные камни, да, которые, то есть, вроде бы, все хорошо, вроде бы у вас все замечательно, все здорово в отношениях вроде бы, а на самом деле есть там где-то подводные камни, которые вам не дают, можно помнить, значит, покоя и которые заставляют вас снова-снова испытывать какую-то, ну, неприязнь, да, и так далее, вот. Может такое быть? Может такое быть. Это нужно проанализировать? Да. Это нужно анализировать. И дальше ни о каком счастливом браке, ни о каком счастливом совместном проживании не может быть и речи. Вы едете куда? Вы едете к мужу. Мужа вы любите? Ну, скажем так. По умолчанию априори любите. Хотите вы с ним быть? Хотите вы с ним быть? Ну, допустим, опять же. Допустим. Да, хотите. Значит, в чём проблема может быть? Вот об этом и нужно подумать. Да, может быть такая ситуация, что вы просто-напросто не готовы оставлять маму жить, ну, как-то по чужим правилам, по чужим законам. То есть вы понимаете, что вам придётся менять что-то в своей жизни, и, может быть, это вас спрашивает. Вот. Но опять же, опять же, поймите, что страх, он вам для чего-то нужен. В любом случае. Вот это ваша защита. Вот страх, в любом случае страх, это ваша защита. Ага. Так или иначе. Знаете? Вот. И если вы хотите сделать так, что вас это не беспокоило, то нужно найти, вспомнить, найти, увидеть, осознать тот эпизод, когда он появился впервые. Ну, если сами об этом подумать, сами попробовать вспомнить. Вот. Возможно, это пойдёт на поле. То есть хоть необходимо над собой такую провести работу. Будем поговорить. Будем поговорить. Что твои. Может быть, муж ваш, ну, что-то не так делает. Может быть, вам что-то не нравится, что муж реализует, да? Вот. Может быть, ещё что-то напрягает. Может быть, вы боитесь, что мама будет переживать за вас. Или, чего ещё хуже, ревновать вам с мужем. Вот. Если делать всё, например, в том... Ну, например. Например. Если делать всё в том, например, что... А вы никогда не жили одна, да? Ну, без, вот, без мамы, допустим. То, конечно, переезд сразу, вот, резкий переезд, да, он... Понятно, вам вряд ли сделать что-то хорошее. Это, я надеюсь, понятно. И вам в этом случае нужно будет как-то постараться смягчить эту ситуацию, да? То есть постараться сделать так, чтобы переезд, вообще, вот, отстранение, отдаление от мамы, да? Чтобы это происходило максимально мягко последовать для вас. Чтобы это не произошло так вот, что, знаете, вот, в один день раз и всё, и я уехал. Чтобы такого не было. Вот. То есть понятно, понятно, что вы уезжаете, там, к мужу, да, в другой город. Но! Почему бы, вот, не съездить, к тому же мужу, да, в другой город, только, ну, ненадолго, на пару дней, например. Побудете там немножко. Всегда будете знать, что, ну, что можете уйти в любой момент, да, вернуться. Вот. И психологически вам будет всё проще, легче адаптироваться к тому, что происходит. Разве нет? Вот. Другое дело, если муж ваш этого не хочет, то есть другой вопрос. Тогда. Да. Но я думаю, я думаю, что если вы с ним как следует поговорите, то я думаю, что он отнесётся к вам с пониманием. Вот. Если вы боитесь совместного проживания именно с мужем, да, то есть опасаетесь, что у вас, ну, не получится, не получится с ним жить вместе. Вот. Ну, такое, в принципе, тоже может быть, да. То в таком случае, опять же, можно порекомендовать вам в первую очередь, ага, посидеть вместе, ну, где-нибудь, где-нибудь, недалеко. Просто, чтобы посмотреть, как оно, как процесс происхода проживания. Ну, если получилось так, что вот, боитесь вы, да, ну, боитесь, ну, вот, опасаетесь вы, у вас уже до неврозов дело дошло, да, навязчивые мысли это, по сути, это, по сути, невроз. Это довольно серьёзно. И не нужно здесь как-то бояться, да, не нужно здесь как-то себя зажимать или что-то ещё. Вот. Ну, и просто увидеть, постараться увидеть проблему и постараться эту проблему решить. Других способов, других вариантов здесь, в принципе, нет и быть не может. потому что мы говорим о ваших отношениях, мы говорим о вашем будущем, возможно, нас с мужем, и мы говорим о вашем становлении как взрослого человека. Для этого требуются усилия. Да. Вопрос в том, как вы будете их применять. То есть, либо будете, либо нет. Если будете, мы вам поможем с радостью. Если нет, и если ваш вопрос, он задан, ну, просто вот, из правного любопытства. Тогда, конечно, мы вам помочь будем не в силах, потому что это работа над собой, анализ и так далее. Ну, я рекомендую вам, вот, сейчас, на данный момент, да, я рекомендую вам подумать, подумать, да, если вы переедете, что вы видите для себя, что вы видите для себя, в этом переезде негативного, вот, именно для себя, именно для себя, что вы видите в этом переезде негативного, вот. Постарайтесь ответить себе на эти вопросы. Вопросы эти, действительно, очень важны, потому что, ну, они отражают, в общем-то, самую суть проблематики, да. Ах, с чего, все началось у вас. И если вы сможете себе ответить на этот вопрос, то есть, что именно меня, вот, там, беспокоит, да, в этой ситуации, что именно меня напрягает, что именно меня тревожит, что именно не дает мне спокоя, вот. Если вы себе на вопрос ответить на такой, то будет понятно. Если вы боитесь, да, все-таки, если вы боитесь, то чего вы боитесь? Ну, если вот подумать, а если вот проанализировать. То есть, где, где, где у вас самое слабое место. Именно вот, именно вот, именно вот, в этом контексте. В контексте именно переезд. И, соответственно, что вы можете сделать, чтобы превратить его во что? Ну, в более сильную. Правильно? Вот. Я думаю, так, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.